Привет! Я должен сказать спасибо всем своим товарищам по клубу, потому что без единой команды победить невозможно. Эти слова произнес Криштиану Роналду. Примерно такие же после финала с Динамо сказал главный тренер Енисея Михаил Пашкин. Знал ли он тогда, что расставание с Енисеем неизбежно? Это наш спорт. Сегодня в программе. Енисея СТМ против локомотива из Пензы в финальной серии за золото. Красный Яр против Металлурга из Новокузнецка в битве за бронзу. Наши руководители из федерации, из Москвы, к сожалению, хотят интригу, но интригу так не делают. Не делают, просто команда наголо усилили, они ее взяли, просто хлопали. Главный тренер хоккейного Енисея Михаил Пашкин подписал контракт с клубом «Айк» из Стокгольма. Сборная Красноярского края готовится к 32-му международному турниру по вольной и женской борьбе памяти Ивана Ярыгина. Хотелось бы, чтобы у нас тоже такой же сильный турнир был. Поддубный есть, конечно, но Ярыгинский все равно это другой уровень. По большей иностранцу приезжает организация, другая, на высшем уровне. В федерации регби России гегемония красноярских клубов надоела, поэтому и такое судейство в матче за третье место в Новокузнецке. Об этом позже. И надежда, что «Локомотив» окажет сопротивление Енисею СТМ. Хочется интриги, чтобы команды были равны, а чемпионат интересный. Чемпионат СТМ получился очень интересным, зрелищным, качественным. И даже тот факт, что у нас «Локомотив» вышел в финал, и тот же Новокузнецкий металлур, которого особо никто не воспринимал, демонстрировал такую яркую, интересную игру, обыграли тот же именитый ВВА. Это действительно показывает, что у нас клубы немножечко уже начинают подравниваться по уровню мастерства. И все это, в принципе, поднимает общий уровень регби в стране. Впрочем, о выравнивании команд говорят не все. После полуфинальных игр с Костомером СТМ на голову выше команда. На голову выше команда, чем была она в прошлом сезоне. В прошлом сезоне, я имею в виду, ну, весна-осень, да, я понимаю так. Значит, по осени как-то, по всей видимости, немножко, может быть, пандемия повлияла на наших игроков. Ну, а сейчас, я думаю, что никаких вариантов. Матч подтвердил правоту специалистов. Уже на третьей минуте четверо регбистов «Локомотива» не смогли остановить мощный прорыв Дениса Семпликевича, а Рамиль Гайсин забил реализацию 7-0. Гайсин в первом финале вообще ни разу не промазал. Забил шесть реализаций и два штрафных. Гости огрызнулись двумя точными ударами со штрафных Сергея Янюшкина, сократили отставание до одного очка, но затем почти весь матч провели в глухой обороне. В первом тайме НССТМ занес еще две попытки. Отличились Евгений Елгин и Давид Месхи. 24-6 после 40 минут игры. Во втором тайме точно такой же сценарий. Хозяева атакуют, гости обороняются. Еще трижды мяч побывал в зачетном поле Пензы. Попытками отметились Денис Семпликевич и Юаровцы, Фридел Оливье и Карл Дюпре. Разгром «Локомотива» 48-6 и ответный матч в Пензе 30 мая превращается, если не в пустую формальность, то в пятую подряд коронацию НССТМ на троне российского регби. Чтобы игроки и тренеры о важности пензенского матча не говорили. Пензе – это отличная команда, которая заслужила быть в финале, и он не ждет легкой игры. Никто не собирается отдавать эту игру легко. Мы, видимо, покажем все свое лучшее в финале, во второй игре. Мы стремились к тому, чтобы сделать хорошую игру и хороший задел. Но давайте так, что следующая игра, она ничего еще не снимает. У нас есть вторая игра, где надо нам завершить начатое и сыграть так же красиво и уверенно. Мы прекрасно понимаем, что такой вруббийный счет, такой большой, все-таки будет тяжело отыграть на домашней трибуне, при домашней трибуне, домашнем стадионе. Но при этом еще раз мы постараемся сделать все возможное, порадовать наших болельщиков своей красивой игрой. Тяжелое поле, тяжелая игра и судейский беспредел. Именно так можно охарактеризовать первый матч за бронзовые медали в Новокузнецке. Красный Яр начал лихо, первая же атака завершилась попыткой Александра Худякова. Правда, реализацию Юрий Кушнарев не забил, 0-5. Развить успех не удалось, регбисты Красного Яра почему-то стали играть в любимую новокузнечанами игру. Схватки, малые раки, удары ногой. Веер лишь в первом тайме пытался развернуться во всей красе. Но не хватало быстрого перепаса, а некоторые регбисты откровенно тянули одеяло на себя. Не давал атаковать Яру и пензенский арбитр Кирилл Захаров. Штрафные почти в одну сторону, в пользу Металурга. Обмен ударов с подставки. Металург забил два, Красный Яр один. Причем бьющий хозяев Никита Пронин два штрафных удара промазал. Перерыв 8-6 в пользу Яра. Во втором тайме атакующая игра у Красного Яра развалилась совсем. Арбитр посадил нашу команду на свисток. Красный Яр стал уповать на дальние удары ногой Юрия Кушнарева и на бегание. Ошибок с двух сторон было предостаточно. Кушнарев забил штрафной по центру и игра мирно катилась к финальному свистку. Однако в самом конце целая серия грубых потерь и ошибок привела Металург к нашей зачетке. Удаление Александра Регнера, а затем Захаров вновь ошибся, удалив Григория Ацнобеладзе. Хотя в этой же атаке Николас Сухашвили грубо на земле атаковал голову Евгения Гольштейна. Чистое удаление, но видео не посмотрели ни разу за матч, а схватка хозяев трижды переталкивала схватку Красного Яра и судья засчитал штрафную попытку. Металург выиграл на последних секундах 13-11. После матча разразился судейский скандал. Это судейский беспредел. Это мне напоминает годы Советского Союза, как мы в Грузии играли. Примерно так же. Наши руководители с федерацией, с Москвы, к сожалению, хотят интригу, но интригу так не делают. Не делают, просто команда на голову сильнее, они ее взяли просто, просто хлопали. Красный Яр подает протест на предвзятое судейство. Руководитель Высшего Совета Федерации Регби России Игорь Артемьев дал задание разобраться в ситуации. Ответный матч 29 мая и решит судьбу бронзовых медалей. Это 116-я минута финального матча Элит-серии Высшей Лиги Чемпионата Швеции 2021 года. И только что хоккеист Виллы Элитчопинг забивает золотой гол ворота стокгольмского Айка и делает свою команду чемпионом Швеции. 5-4 победа Виллы Элитчопинг и амбициозный столичный Айк во главе с российским легионером Аланом Джусою только на втором месте. Руководство Айка настолько разочаровано, что решило сменить главного тренера. Новым главным тренером стал Михаил Пашкин, покинувший Красноярский Енисей после золотого финала с Динамо. Чтобы понять Пашкина, надо знать его биографию. Михаил начал заниматься хоккеем с мячом в 5 лет в Красноярске. В 1989 году семья переехала в Швецию, где в клубе Венерсборг играл отец Андрей Пашкин. С 1997 по 2016 годы Михаил играл в Бенди, причем 14 сезонов провел в 6 шведских клубах. И в сезоне 2012-2013 годов стал чемпионом Швеции в составе Хаммербю. И только 5 сезонов отыграл в России. 2 в Зорком, 2 в Енисеи и 1 в Волге. Так что Швеция, гражданином которой Пашкин является, совсем не чужая, а можно сказать родная страна для Михаила. И новый вызов сделать Айк чемпионом для него вполне естественен. А что же Енисей? Пока команда в отпуске и только к концу июня хоккеисты соберутся для подготовки к сезону. Кто будет главным тренером? Решать спортивному директору Сергею Ивановичу Ломанову. Обычно он не ошибается в таком сложном выборе. 32-й международный турнир Гран-при Иван Ярыгин перенесли с января на май из-за коронавируса. Но все равно он остается знаковым в мире вольной борьбы. Готовится к турниру и сборная Красноярского края. Последние годы турнир Ярыгина был отборочным для сборной России перед чемпионатом Европы. Но сейчас сроки сместились. Европа уже закончилась, однако в мире борьбы выиграть медали Красноярского турнира все равно престижно. Например, борцы греко-римского стиля даже немного завидуют вольникам. На этот раз в Красноярск приедут порядка 10 сборных из дальнего зарубежья. В том числе традиционно сильные борцы США, Турции, Индии и Монголии. Сборная Красноярского края выставит по одному борцу в каждую из 10 весовых категорий. Чемпион Европы Исраил Касумов турнир пропускает из-за травмы. Но все равно есть борцы, способные взять медали. Человек 5 могут. У нас Чебодаев в неплохой форме, 57 килограмм. Чим Бакежик, тоже самое. Начинку, Улар. Игорь Остянников, Сучков. Ну это вот еще может кто-то будет. В детстве, когда еще сам особо не боролся, то есть приходил, смотрел, то есть тут боролись. Тогда вот еще сам был САР. Ну то есть такой это очень важный турнир для нас. Настраиваюсь хорошо, надо побеждать. Конкурентов не знаю пока кто приедет, но будут хорошие соперники, я думаю. В женской вольной борьбе Ольга Хорошавцева и Ханум Велиева отобрались на Олимпиаду. У них уже сборы в Болгарии, поэтому турнир Ярыгина они пропускают. Появляются новые звездочки, например, Екатерина Исакова. Совсем недавно выиграл чемпионат России в весе до 55 килограммов. Надеемся, что здесь тоже выступит достойно. Ну кто еще? Шумова Кристина должна побороться за медали. Ну нельзя списывать Алену Стародубцеву, как бы то ни было, но опытный спортсмен, я думаю, за медаль поборется. Екатерина Исакова в прошлом году заняла третье место на турнире Ярыгина. Сейчас хочет выиграть и уже знает своих главных соперниц. Будет, наверное, Вика Ваулина, которая сейчас боролась на чемпионате Европы в 23-х. Конечно, она проиграла, но сейчас будет осваивать медаль за бронзу. Марина Симоньян как бы неплохая соперница, но придется с ней тоже побороться. Я, конечно, выиграла сейчас на России, но конкуренция она составит. 32-й международный турнир памяти Ивана Ярыгина приглашает красноярцев и гостей города. Финалы 28, 29 и 30 мая. И пришла печальная новость. На 88-м году жизни скончался легендарный красноярский тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили. Дмитрий Георгиевич в 1973 году создал первую в Сибири на Дальнем Востоке Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы и воспитал плеяду выдающихся борцов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпион Буайсар Сайтеев, олимпийский чемпион Сагид Мортозалеев. Это была программа «Наш спорт». Занимайтесь борьбой, играйте в регби или просто уделяйте время обычной физкультуре, потому что спорт прекрасен во всех его проявлениях. Встретимся через неделю. Пока.